а теперь к теме сегодняшнего видео сегодня у нас на обзоре будет модуль который называется валюта плюс для open card данный модуль я в свое время очень давно использовал в прошлый экономический кризис по моему да как раз 14 год этот был у меня тогда был интернет-магазин бибайка я как раз его устанавливал тоже с ним работал отличный модуль всем его рекомендую значит данный модуль у нас совместим с open card начиная с версии 1.5 для второй версии совместим для третьей версии совместим в том числе последних версий давайте поговорим о том для чего нужен этот модуль этот модуль нужен в первую очередь для того чтобы указывать в товарах базовую цену в разных валютах то есть это нам нужно если мы торгуем товарами иностранных производителей да и у нас соответственно цены зависят от доллара до от валюты от курса наших поставщиков сейчас понятное дело что связи с экономической ситуации ростом курса доллара все цены подскочат уже подскочили на многие товары и для того чтобы не терять прибыль в своем интернет-магазине вы тоже должны цены повышать то есть вы должны с помощью таких инструментов как модуль валюта плюс минимизировать свои риски потери и соответственно привязывать цену товаров курсу нужной вам валюты здесь можно привязать не только к доллару да там евро гривне в принципе любая валюта которую вы open карте используете можете добавить в настройках вы можете с помощью данного модуля привязывать к ней цены по поводу возможности данного модуля здесь их довольно много интересных я вам рекомендую просто основные возможности самостоятельно прочитать в описании на сайте здесь все понятно написано но мы еще чуть позже коснемся когда буду рассматривать функционал самого модуля что еще здесь стоит отметить что данный модуль совместима с другими сторонними модулями например например с модулем управления ценами от этого же разработчика с модулем общем to product с модулем связанные опции а также с популярными модулями импорт-экспорта это автоматическая обработка прайс-листов и модуль csv price pro импорт-экспорт у разработчика валюта плюс а есть также подробный факт документация по тому как использовать да вместе как бы модуль валюта плюс а и вот эти модули экспорта там есть определенные нюансы да то есть для работы вместе а также хочу отметить что этот модуль совместим с модулем а батч-эдитр пакетной обработки я вам чуть позже покажу также как работать с помощью батч-эдитра да с этим модулем значит какие у нас языки поддерживает модуль русский украинский английский лицензия у нас как обычно идет на один домен до после покупки вам разработчик модуля отправит ключ активации на вашу почту а инструкция да у нас присутствует я вам чуть позже сейчас покажу сейчас мы коснемся установки данного модуля что касается требования к серверу да есть вот файлик который вы можете скачать распаковать а его нужно закинуть в главную директорию вашего папки папки сайта вашего да вот вот у меня этот файлик тест йог печки печки и затем просто вы в браузере вызываете вот этот файлик по имени да по ссылочке прямой и у вас то есть запускается тест системы и здесь пишет вашу версию php пишут и вашу версию анкью плодер да из пишет да какая версия необходима а у меня сейчас я буду показывать вам настройки этого модуля на хостинге бигет там стоит версия версия сейчас давать 7425 я вам соответственно сейчас покажу как вообще устанавливать данный модуль как его настраивать и как собственно с ним работать видео довольно длинная наверное получится но нужно я думаю здесь подробнее рассказать потому что есть определенные нюансы работы с модулем ну давайте теперь рассмотрим как собственно этот модуль нужно устанавливать после приобретения модуля валюта плюс у вас в разделе в личном кабинете файл для скачивания как обычно появится строчка до скупленным файлом вы можете здесь его скачать по ссылочке у вас скачается архив currency plus 34 zip и давайте сейчас более подробно рассмотрим что в себя включает данный архив здесь у нас представлены папки для установки дистрибутива для разной версии opencart для 1.5 2.0-2.2 версия для версии 2.3 и для 3 версии я ставил данный модуль у себя в магазине у меня версия там 2.1 да я соответственно этот дистрибутив ставил демонстрировать я вам сейчас работу модуля буду на тестовом магазине там стоит последняя версия окстора 3.0 3.7 соответственно вот этот вот этот архив я заливал и какие у нас здесь еще есть файл есть у нас еще здесь дополнительные файлы но мы сейчас до них доберемся по инструкции да то есть первое что нам нужно сделать это соответственно открыть инструкцию чтобы найти нажимаем заходим в папочку ридми значит читаем да какие у нас требования к серверу есть то есть если у вас какие-то требования не соответствуют да если вы пишете в техподдержку вашего хостинга и просите их повысить соответственно версию да или включить анкью плодер также здесь есть еще нюансы у вас в печке должна быть включена опция allow url of open у меня это понимаю было это по дефолту включено потому что они с какими проблемами не столкнулся при работе да вот еще у нас требования к хостингу здесь указано что должен быть включен керл для вашего сервера также техподдержки можете уточнить обычно у большинства хостингов эта опция есть по умолчанию но если у вас вдруг что-то не заработает с первого раза то рекомендую вот уточнить у хостинга включена ли у вас данная опция настройка настройка сервера и так мы с вами переходим к установке данного модуля первое что нам нужно сделать это разархивировать наш архив ну то сделать это очень просто я думаю все разберутся то есть вы берете скаченный файл просто разархивируете и вот у вас получается да заходите в папку которую вы разархивировали и далее вы выбираете папку с версией дистрибутива которая вам нужна предварительно рекомендую всегда делать бэкап вашего сайта полный не забываем об этом делаем бэкап всех файлов базы данных если у вас магазин действующий включайте режим обслуживания в магазине прошлом видео я показывал бесплатный модуль который вам позволяет это делать очень быстро и удобно можете также посмотреть его вот и давайте дальше читать инструкцию что он от нас вообще требуется скопировать файлы для соответствующей модификации из папки upload на сервер в корень вашего сайта если у вас версия php 7 или выше то дополнительно подгрузить файлы да вот из этой папочки что нам нужно сделать я показываю для версии opencart 3 да вот мы заходим в эту папку opencart 3 папку upload и вот файлы отсюда всем сейчас показываю прямо вот в ftp файл зила как это делается все вот эти файлы мы берем правой кнопкой нажимаем закачать на сервер я это уже делал поэтому повторять данное действие не вижу смысла значит после того как мы это сделали нам нужно с вами зайти вот в папочку move файл из в печке 7174 это нужно делать только если у вас версия php выше выше чем 7 да и так понимаю 71 папочка как у нас там называется 71-74 да то есть начиная с версии 71 если у вас седьмая версия печки я так понимаю этого делать не надо 7 и ниже то есть начиная с версии 71 до 74 вам необходимо будет залить дополнительно файлы переходим в эту папку нажимаем вот так вот выделяем правой кнопкой мыши и нажимаем закачать на сервер там какие-то файлы у нас будут заменяться просто соглашаемся с этим действием и идем дальше по нашей инструкции значит вот если у вас версия печки 7 или выше дополнительно подгружаем файл до из этой папки это мы сделали дальше нам нужно добавить поля в базу данные для этого нужно запустить в браузере скрипт отсюда просто копируем стал php да вот это имя переходим на главную нашего сайта вот так вот строке браузер просто контур вставляем и нажимаем кнопку enter install php я это уже проделывал проделывал то есть у вас там просто будет белый экран на если у вас не включена отображение сообщения до вот этих вот ошибок open карта то есть нужно просто нажать на центр увидеть белый экран и все и закрываете эту страницу двигаемся с вами дальше что от нас требуется дальше нам необходимо да вот пишется что для open карт версии 2.3 2.3 нам нужно загрузить еще два файлика xml который у нас находится вот здесь вот в отдельной папочке xml то есть мы что делаем мы копируем 10 путь переходим в админку установка расширение загрузить и по очереди загружаем оба файлика сейчас объясню по поводу второго файлика фронт-эд фронт-энд от самодзип если вы хотите просто привязать цены к валюте и для людей на витрине вашего магазина показывать цену только в рублях то есть не показывает там цену в скобочках отдельно в валюте да то вы загружаете только вот верхний файлик от самод .zip а если вам нужно еще дублировать цену в долларах на карточке товаров категориях то вы соответственно выбираете еще дополнительно и грузите вот этот второй цимот файлик давайте вам покажу как это вообще выглядит здесь на скриншотах у нас это представлено как это будет смотреться вот пожалуйста то есть вот у нас красным цветом выделено да что скобочка в долларах напротив цены в рублях будет отображаться еще и цена в долларах то есть в базовой нашей валюте который мы в дальнейшем будем с вами указывать вот если вам вот такой функционал нужен все на нас выводится в карточке товаров он у нас выводится в модулях да вот в этих стандартных open картов ских там на странице категории то есть везде его можно настроить это я вам дальше покажу если вам такой функционал нужен интересен вы соответственно устанавливаете оба вот этих вот цимот файлика после того как вы их установили опять же демонстрировать показывать это не буду вы переходите в раздел модификаторы нажимаете кнопку обновить один раз далее для open карта 3 версии нужно обязательно почистить там весь кэш чтобы это сделать мы переходим в панель состояния нажимаем шестеренку и вот здесь весь кэш нажимаем на кнопку обновить следующий пункт что у нас дальше в интерфейсе администратора нужно нам изменить права переходим система пользователя группы пользователей напротив администратора нашего нажимаем редактировать здесь обычно просто делаю так вот снять выделение выделить все до снять выделение выделить все напротив пунктов разрешить просмотр и разрешено внесение изменений не перепутайте с пунктом скрыть дополнение если вы здесь все выделить выделить у вас просто все модули в админке вы их не увидите скроете для администратора поэтому будьте внимательны после этого нажимаем на кнопку сохранить и последнее что нам после установки для установки точнее говоря нужно сделать, да, это установить сам модуль и ввести лицензионный ключ. Мы переходим в раздел расширения, у меня уже этот модуль установлен, валюта плюс, у вас он будет не установлен, да, вот в таком виде вы нажимаете один раз кнопочку активировать, он у вас установится, затем вы заходите соответственно в его настройки, модуль у вас попросит лицензионный ключ, вы его вводите и нажимаете на кнопочку сохранить. После этого у вас появится вот такое же окно модуля как у меня и сейчас мы с вами уже более подробно коснемся настроек модуля и рассмотрим как с ним вообще работать в магазине, да, что он позволяет нам делать. И в самом конце я покажу как настроить автоматическое обновление курса по центральному банку, да, с помощью крона или планировщика на вашем сервере. Мне часто задают вопросы на тему рекламы и продвижения интернет-магазина в интернете. Друзья, я не считаю себя в этой области крутым специалистом и постоянно не слежу за трендами в этой теме, но я могу посоветовать вам того, кто этим занимается и кому можно доверять. Представляю вашему вниманию крупнейшую в России онлайн-школу Skillbox. Курсы от Skillbox – это инвестиции в ваше будущее. У Skillbox есть большой выбор курсов различных тематик, индивидуальный график обучения, возможность покупки курса в рассрочку и удобная оплата, общение с педагогами в режиме онлайн, пожизненный доступ к курсам и их обновлениям, а после прохождения курса вы получите диплом или сертификат по специальности. Если вы сомневаетесь и просто хотите попробовать курсы Skillbox бесплатно, пройдите тест на профориентацию и получите 3 дня бесплатного доступа к курсам Skillbox, а также сертификат номиналом 5000 рублей, который вы сможете потратить на обучение в Skillbox. Переходите по ссылкам в закрепленном комментарии и обучайтесь вместе со Skillbox. А, значит, теперь переходим к установке, точнее говоря, к настройке нашего модуля валюта плюс. Еще одно небольшое дополнение, ребят, по поводу модификатора второго, который у нас относится к витрине магазина, к фронт-энду. Да, это вот этот вот у нас модификатор отображения базовых валют на сайте. Если у вас шаблон не дефолтный, как у меня, у вас может не заработать карточка товара, могут возникнуть ошибки, может потребоваться адаптация этого модификатора для вашего шаблона. Имейте это в виду, если у вас сайт действующий, рабочий, то лучше второй модификатор не ставьте, ставьте только вот этот вот первый основной, да, то есть которым у нас название, нету названия вот слова front-end. Адаптация может быть платной, это уже, пожалуйста, индивидуально спрашивайте, да, вот у Ларисы, разработчику Ларисы зовут, можете ей в личку написать. А я перехожу непосредственно уже к настройке модуля валюта плюс. Значит, что вначале нам нужно настроить? Ну, первое, нам необходимо определиться с тем, с какого сайта мы будем с вами брать курсы наших валют. Ну, понятно, что если вы проживаете в России, то, наверное, для вас будет актуален сайт Центробанка Российской Федерации. Хотя, я думаю, многие сейчас заметили, что Центробанк искусственно занижает стоимость доллара и евро. Выбираем курс Центробанка, а потом нам нужно выбрать округление цен на товары. То есть я выбрал до 10 рублей округлить, да, то есть если у нас будет цена там, допустим, там, не знаю, 565 рублей, да, на товар, то у нас, соответственно, у нас округлится в большую сторону, я, естественно, выбираю, до 570, то есть на 5 рублей, да, он округлит. Ну, каждый выбирает так, как ему удобно, да, насколько округлять, это как бы дело вкуса уже, что называется. Затем далее выбираете основную валюту, да, которая у вас должна быть в магазине, то есть это валюта, в которую у вас продаются товары и в которую будет происходить перерасчет для покупателей. У меня стоит, соответственно, рубль, я оставляю его. А по поводу опции автоматическое обновление валют. Значит, это у нас опция, которая позволяет автоматически обновлять валюты и пересчитывать цены на товары, где у нас уже задана базовая цена в валюте. Просто если мы заходим там в админ, куда что-то делаем, то есть это происходит автоматически. Но это не, никак эта опция не относится к работе нашего планировщика крона, о котором мы дальше с вами поговорим отдельно. То есть, если вы не хотите мучиться с настройкой и заниматься настройкой крона-планировщика, да, на вашем сервере, вы можете поставить вот здесь вот пункт «Да», «Сохранить настройки». И просто при заходе в админку у вас раз в день будет обновляться курс валют и пересчитываться цены автоматом для ваших товаров в валюте. Вот. Ну, такая довольно удобная настройка, но я все-таки рекомендую крон настроить. Значит, следующая вкладка «Дизайн». Вкладка «Дизайн» у нас относится только к отображению базовой цены на страницах товара, категории, да, результаты поиска, производители, спецпредложения. Это в том случае, если мы с вами поставили модификатор «Фронт-энд» от CEMOD ZIP. Если вы его не поставили, то на эту вкладку можете даже не заходить и ничего не менять. Значит, далее. Нам необходимо с вами здесь поднастроить наши валюты. Во-первых, убедиться, что у нас вот здесь вот стоит по умолчанию, да, напротив нашей базовой валюты. В данном случае это рубль у нас. И вот здесь вот в столбце реальное название валюты у нас, оно должно совпадать со значением код. То есть, если мы видим, что у нас, ну, в зависимости от того, какая у вас будет базовая валюта, там, евро, доллар, там, или гривна, или какая-то другая, вы должны немножко ее поднастроить. То есть, если у вас здесь валюта евро, да, вы, соответственно, должны зайти в настройки. И реальное название налюты вот здесь вот в списке найти евро. Вот евро. И нажать на кнопку «Сохранить». То же самое нам нужно проделать для остальных валют, где у нас есть несоответствие. Для доллара у нас здесь доллар выбран, все нормально. Для гривны у нас выбран доллар. Нам нужно зайти вот здесь вот выбрать гривну. где у нас гривна. Вот у нас гривна. Зашли, сохранили. И здесь, соответственно, нам нужно выбрать обязательно рубли. Вот у нас российский рубль. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Еще раз проверяем. Евро, евро, доллар, доллар, гривна, 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 рубль, рубль. Напротив основного нашего курса, который у нас задан по умолчанию, у нас должна стоять здесь единичка. Курс, да, то есть если у вас это не так, то вам нужно, соответственно, это сделать. Это настраивается у нас в разделе «Локализация валюты». Сюда переходим в раздел «Рубль». И вот здесь вот ставим значение «Единица» и сохраняем. Вообще по умолчанию у вас должно быть именно вот так, как у меня это выглядит. То есть должна быть здесь единичка. Ну или ваша другая основная валюта, да, напротив нее должна стоять единичка. А что мы делаем дальше? Дальше, в принципе, у нас модуль уже должен работать. Мы можем с вами нажать кнопочку «Обновить курсы». Пожалуйста. И вот у нас подгрузился с вами официальный курс. Значит, видим, что у нас подгрузился официальный курс, пожалуйста, по центральному банку. И давайте с вами разберемся, как нам, собственно, дальше, что нам нужно сделать, чтобы у нас модуль заработал. Сейчас будем с вами назначать базовую цену для товаров и чуть более подробно на этом остановимся. Хотел, кстати говоря, небольшое еще дополнение, да, вот здесь вот рассказать, что каждую из валют, вот здесь вот в модуле, вы можете поднастроить. Можете здесь добавить свою еще валюту, вот здесь вот ее поднастроить. В частности, что можно здесь делать, да, задать символ. Ну это вот как в стандартных настройках слева, справа, количество знаков после запятой. Вы можете здесь еще задать фиксированный курс валюты. То есть не обновляться, например, по центробанку, да, а задать фиксированный курс. Тот, который для вас актуален, да, который, например, вам дают поставщики товаров, потому что они всегда считают по своему курсу. Он, как правило, может быть выше курса центробанка. Или вы можете здесь сделать коррекцию курса в плюс или в минус на определенный процент. Это тоже очень удобная тема. То есть вы можете взять, например, курс центробанка и прибавить сюда, там, допустим, пару процентов, да, это может быть больше, для того, чтобы там не терять, не терпеть убытки. Также здесь вот можно настроить отдельно для каждой валюты, да, округления цен. Кстати говоря, если вы хотите фиксированный курс задать вот здесь вот, вот в этом поле, то вам нужно вот здесь вот снять галочку автоматически обновлять курс данной валюты, поставить его на нет. Иначе у вас будет это поле каждый раз затираться, да, и обновляться курсом с центробанка. Также еще важный нюанс. Если у вас здесь стоит статус включено, да, у вас, соответственно, на сайте будет вот здесь вот выбор вот этих валют. То есть если вы не хотите, если у вас, как бы, получается, оплата идет в рублях, да, вы пересчет товаров всех в рублях даете клиенту, то вы, соответственно, вот здесь вот его отключаете, и у вас на сайте просто пропадет, да, вот евро. То есть у меня на сайте сейчас именно так сделано, да, то есть у меня там только рубль указан, потому что оплата идет в рублях. Вот. Теперь мы сейчас с вами переходим к настройке непосредственно наших товаров. Что нам нужно сделать для того, чтобы у нас цена пересчитывалась, да, по официальному вот этому курсу, да, который у нас модуль уже подтягивает, работает. Мы, значит, переходим в наши товары, берем любой товар, допустим, давайте вот откроем нашу карточку товара Apple Cinema, переходим в редактирование, здесь переходим на вкладку данные и смотрим. Здесь у нас появилось два новых поля. Это базовая цена и базовая, базовая валюта, наверное, была, да, базовая цена, наверное, только появилась. В общем, нам нужно что сделать? Вот. Нам нужно для всех товаров, которые у нас, соответственно, в валюте, нужно делать пересчет. Базовую валюту выбрать на ту, от которой у нас будет зависеть наш курс. Ну, для меня это доллар, например, для вас-то может быть что-то другое. И указать, соответственно, базовую цену. Это цена в долларах, да, в которой, ну, то есть это та сумма, да, в которой у нас, допустим, будет стоить там Apple, что у нас там? Apple Cinema, компьютер, ну, допустим, 1000 долларов, да, он стоит. Вот, соответственно, мы здесь указываем 1000, после этого мы с вами нажимаем кнопку «Сохранить», обновляем страничку нашего магазина, видим, что ничего не изменилось. Для того, чтобы что-то изменилось, нам нужно с вами в настройках модуля, чтобы у нас это дело заработало, вот видим, что у нас модуль нашел один уже товар, да, указанный в долларах, есть даже вот один еще в евро. Нам нужно здесь нажать на кнопочку «Обновить цены товаров», то есть чтобы он пересчитал стоимость. Немножко неудачный пример, ребят, я взял, не обратил внимания, что у нас здесь цена-то указана акционная, да. Вот она, цена пересчиталась, то есть 91 746 рублей по текущему курсу. Округление только. А, округление почему-то у нас, я не сохранил, видимо, настройки. Давайте мы сейчас это дело округлим, допустим, до 10 в большую сторону и сохраним наши настройки. И еще раз пересчитаем нашу цену. Да, видим, что у нас округлилось до 50 рублей, то есть 91 750 рублей. Это у нас обновилась именно основная цена товара. Поскольку здесь у нас для товара задана акция, то нам нужно еще по-хорошему акцию, да, обновить. Этот модуль тоже это поддерживает, то есть вы можете также указать базовую цену для акций, скидок. Да, здесь у нас тоже есть базовая цена. А также у нас есть базовая цена для опций. Вот это очень круто, то есть вы можете обновить цену везде, да, где она у нас присутствует. Вот, соответственно, для того, чтобы у нас вот эта цена перекочевала, да, вот сюда вот в акции. Вот эта цена у нас указана в рублях наверху, да, а внизу мы, соответственно, указываем цену в долларах. Берем, сохраняем. И вот, пожалуйста, обновляем страницу. У нас пересчиталась цена в рубли, та, которая уже акционная. Вот, очень удобно. Понятно, да, сейчас встанет вопрос, что вручную для каждого товара это все делать очень долго и неудобно. Я с вами абсолютно согласен. У разработчика, кстати говоря, у Ларисы есть возможность услуга перевода текущих цен в базовые, да, вот вы можете у нее, кстати говоря, заказать эту услугу. Есть еще услуга установки и настройки, если вам нужна. И давайте сейчас мы с вами коснемся того, как нам массово для наших товаров вот проделать вот эти вот нужные действия. Теперь, друзья, давайте я вам покажу на примере моего магазина, как, собственно, с помощью модуля Batch Editor выполнить пакетное задание основной вот этой базовой валюты, да, там в долларах, например, для наших товаров. Первое, что вам необходимо сделать, это поднастроить модуль Batch Editor. Для этого вам необходимо перейти в раздел настройки. И здесь вам необходимо найти два поля с названием Base Currency Code. Это у нас будет непосредственно выбор нашей валюты, да, то есть нам нужно перевести валюту товара из рублей, там, в доллар или евро, да, в зависимости от того, какая у вас будет базовая валюта. То есть здесь я просто написал название по-русски, да, чтобы у нас был перевод вот этого поля. Дальше в настройках я вам покажу, что это имеется в виду. И второе у нас поле Base Price. Это непосредственно уже сама цена, которая указывается в валюте, там, в долларах или в евро. Вот находим две вот эти строчки и выставляем вот здесь вот по три галочки. В самом начале они позволят нам работать с данными полями на вкладках фильтр, основное и товары. Сохраняем обязательно настройки, переходим к нашим товарам в Batch Editor. Первое, что нам нужно сделать, соответственно, отфильтровать те товары, которые мы с вами будем, которые мы будем назначать цену в валютах. Я думаю, многие знают, как это делается. Если вы не знаете, как это делается, посмотрите мое подробное видео по работе с Batch Editor. Просто можете сам Batch Editor открыть на сайте. Если у вас нет, можете его, соответственно, приобрести. И вот есть у нас, есть у меня отдельное видео, большой обзор функционала модуля Batch Editor на 50 минут. Ну, посмотрите его, и я думаю, что вам все станет понятно. А значит, что нам надо здесь сделать? После того, как мы с вами отфильтровали товары на первой вкладке, да, вот у нас появился внизу список нужных нам товаров, мы переходим на вкладку «Основное». Здесь мы ищем наши два поля, да, это вот валюта и базовая цена. То есть понятно, да, зачем нужен был перевод полей, чтобы они у нас здесь фигурировали в удобной для нас форме. Сначала мы, соответственно, переводим в валюту. То есть у нас, у меня уже здесь стоит валюта USD, да, то есть нам здесь нужно прописать, какая должна быть валюта. Вы, соответственно, пишете USD или евро. А валюта, валюта вот в этом месте, в этом поле, она обязательно должна соответствовать коду валюты, указанному вот здесь в настройках модуля. Если, ну, не будет соответствия, да, то, как бы, это не заработает дело. То есть пишете, какую валюту вам нужно будет конвертировать это дело. USD ставим. Ставим галочку напротив нужных нам товаров. Если вам нужно все выбрать товары на странице, вы ставите галочку вот здесь. Если вам нужно выбрать вообще все товары с учетом вкладки «Фильтр», вы нажимаете галочку вот здесь. И нажимаете на кнопку «Изменить». После этого у вас сменится валюта на нужную вам. То есть у меня уже USD здесь стоит. Давайте вам для примера покажу, например, что у нас там, рубль, да, руб. Давайте здесь мы забьем, для примера, руб. Нажимаем кнопку «Изменить». Видите, что у меня здесь валюта сменилась на рубли. Базовая цена у меня стоит 0 все еще. То есть, ну, я в исходную точку, да, сейчас вернулся. То есть нужно нам по факту-то в доллары, а не в рубли. Вот, то есть мы выполняем действия в доллары. И базовую цену теперь мы выставляем, выбираем поле «Базовая цена». Базовую цену мы выставляем, например, 3 доллара. Да, то есть сейчас у меня цена этого товара получается 300 рублей. Выставляем 3 доллара. Нажимаем на кнопку «Изменить». Видим, что цена не изменилась. А все потому, что у нас еще не произошел автоматический пересчет цен в модуле. У меня это делается по крону каждые 5 минут. Либо вы можете зайти в настройки модуля и принудительно нажать на кнопку «Обновить цены товаров», если вы хотите просто проверить, например, работу модуля. Либо вы можете поставить, повторюсь, здесь вот галочку, и у вас автоматом это будет происходить ежедневно при заходе в админку. Ну, сейчас я вам расскажу, как настроить непосредственно крон, да, планировщик, чтобы у вас это все дело происходило автоматически. Я думаю, как назначать массово для товаров, понятно, да? У меня здесь один товар. Те же самые действия можно проделать для всех товаров без каких-либо проблем. Так, теперь, что касается настройки крон-планировщика для автоматического обновления наших курсов, да, и автоматического пересчета цен по курсу в нужную вам валюту. У меня в примере будет это рубли. Значит, я показываю на примере хостинга Biget. Вам необходимо перейти в раздел «Кронтаб» или «Планировщик». Здесь выбрать в поле «Произвольную команду». Команду для выполнения я вам скину под видео. Там строчка будет, ну, или в комментарии напишу, наверное. Вот так вот будет выглядеть в моем случае команда. То есть нас интересует в первую очередь вот эта конструкция. То есть здесь у вас вначале идет ваш домен, да, обращайте внимание, как он у вас есть у вас, HTTPS протокол или нету. Это очень важно. Если у вас SSL установлен, то вы, соответственно, с буковкой «С» добавляете адрес. Если не установлен, то, соответственно, у вас вот так это дело будет. То есть вы можете просто взять вот эту вот конструкцию, заменить вот здесь вот, если у вас, заменить протокол, да, если у вас нету SSL, вписать здесь свой домен. Потом скопировать это дело вот так вот. И вот сюда в команду для выполнения просто вставить вот так вот «Кронтрул-В». Краткое описание задания можете написать, например, вот «Валюта плюс», да, или обновление там по курсу, как вам будет удобно, чтобы было понятно. Затем, когда будет команда выполняться, вы, соответственно, указываете, как часто вам нужно производить это действие, там, каждую минуту, каждую, там, не знаю, допустим, пятую минуту, или в какие-то указаны конкретные минуты, да, там, например, 45 минут, там, да, и можно часы конкретные указать. То есть тут уже как хотите, я, например, у себя в магазине сделал обновление каждые 5 минут, может быть, это, конечно, излишнее, но мне так захотелось. Вот. Ну, понятно, что здесь мы выбираем каждый день, каждый месяц, любой день недели, да, то есть основные настройки, скорее всего, будут производиться вот в этих вот полях. Вот, я поставил на каждую минуту и каждый час, проверяем, да, что у нас она включена. Время на сервере 13.22, значит, здесь у меня, ну, я уже проверял сейчас вот до этого, что оно делает, работает, просто нажимаю, вот, запоминаем время, да, 10.19, то есть я нажимаю обновить страницу, видите, что сменилось, у нас было 10.19, стало 10.22. Ну, здесь идет разница, сколько получается, 3 часа, да, 10, 11, 12, 13, то есть это у нас с часовым поясом, видимо, связано. Вот, вот, в принципе, и все, ребят, по поводу евро, кстати говоря, сейчас я посмотрю, у меня, я, наверное, в настройках выключил, да, видите, я поставил здесь нет и забыл об этом, обязательно у вас должна быть опция вот здесь вот, да, сохранить, нажимаем. Ну, сейчас принудительно просто обновим курсы. Да, видим, что у нас курс евро тоже обновился, все нормально. Вот, в принципе, все, ребят, я надеюсь, что вам это видео было полезно. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, единственное, попрошу не писать комментариев никаких, относящихся к ситуации, да, с войной, с Украиной. То есть каждый, сделайте свой выбор и сделайте те действия, которые считаете им нужными. У меня на этом все, с вами был Максим, канал Про Дело, надеюсь, через неделю, как обычно, увидимся, всем пока-пока. На этом все, спасибо вам за внимание, палец вверх, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, обязательно пишите ваши комментарии и предлагайте темы для следующих видео уроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok